Ветер озорной Ветер озорной Ветер озорной Шакен Айманов сделал великое дело. Он снял фильм «Наш милый доктор». И в этом фильме задействовал всех, практически всех, деятелей культуры и искусства того времени. Он оставил таким образом для нас их образы. И я с большим трепетом всегда смотрю и с большой радостью этот фильм. И, конечно же, молодой Эмек Сергеев. «Солнце в синеве, в серебряной листве». «Солнце в синеве, в серебряной листве, нежно улыбнулось мне». Замечательно. И для меня, наверное, Ермек Сергеева вошел в мою жизнь именно с этим фильмом. Шакен Айманов, пригласив Ермека Сергеева на роль Токена, не прогадал. Артистичный, импульсивный, с необыкновенной харизмой, он стал любимым киногероем своего времени. В нем было то, что так ценил режиссер и позже все, кто встречался на его жизненном пути. Искренность, доверчивость и наивность романтика. Музыкальность же жила в его генах, в памяти многих и многих поколений его предков. Отец Ермека Сергеева был учителем казахского языка, редактором газеты в Петропавловске. А в молодые годы был членом партии Аллаш-Орда. Пик Мухаммед Сергеева, он был очень таким интеллигентным, аристократическим человеком. То есть он был очень высокообразованным, он заканчивал Омское Медресе. То есть по тем временам это очень такой высокий уровень знаний. И насколько я вот как бы слышала, что он и дружил, общался с Ауэзовым, Жумабаевым. А Жека рассказывала, что он в годы репрессий, конечно же, скрывался. Поэтому он постоянно передвигался с города в город. И поэтому такая была не совсем легкая жизнь. Мама, Залиха Хабибулина, обладала тонким музыкальным слухом и красивым голосом. Она поощряла увлечение сына игрой на музыкальных инструментах. Первыми были балалайка и мандолина. Потом Саркибаев-старший привел сына в музыкальную школу учиться на скрипке. Но проучился Ермек всего два года. Шла война. Нужно было помогать семье. И он пошел работать на радио диктором. Здесь его услышал Мукан Тулебаев, в то время художественный руководитель казахского радио. Он сразу определил, что юноша обладает великолепными вокальными данными и буквально за руку поточил его в оперный театр. Там его прослушали и решили принять в качестве солиста. Так Ермек впервые оказался на сцене. Он представил себя выступающим перед многочисленной аудиторией на этой необъятной, огромной сцене, и у него от страха подкосились ноги. В тот день он сбежал из театра. Через год его вызвал к себе директор театра Ахмед Жубанов и поставил условие – выбирай, дикторство или пение. Он выбрал пение. В 1946 году я поступил в нашу Алматинскую бензиклаторию. Закончил ее в 1951 году. Одновременно учился и одновременно работал в оперном театре. Педагог у меня был очень известен. Его звали Александр Матвеевич Курган. Ему дали звание заслуженной деятельности искусства Казахстана. И вот с 1946 года я работал в оперном театре. И у меня на трудовой книжке только одна запись. Молодой Серкибаев работал рядом с такими корифеями оперного искусства, как Куляш Басиитова, Гарифула Курмангалиев, Байгалида Самжанов, Братья Абдулины. Это было незабываемое время. Ежедневные репетиции, новые роли. Он все схватывал на лету. Быстро осваивал новые партитуры, а потом окрыленный буквально летал по театру. Это была молодость. Время надежд и мечтаний, которые скоро стали реальностью. Над каждым образом он работал долго и кропотливо, не полагаясь только на технику пения. Образ создавался каким-то внутренним чутьем, по крупицам, отдельным фразам. Он не давал себе спуску ни в чем, всегда брал самую высокую планку. Ермек Серкибаев любил оперу Чайковского, одно из самых лучших и сложных его произведений, Евгений Онегин. Вы мне пришли, не откройтесь. Я прочел уж и доверчивое признание любви невинно излияния. Серкибаев всегда знал, что нужно петь, что подходит его голосу, его темпераменту. Ер-Таргын, Алпамыс, Жермон из Травиаты Верди, Петруччо в украшении строптивой. Но самый потрясающий образ в его исполнении Фигара в севильском цирюльнике. Фигара исполняли многие именитые певцы, но только у Серкибаева эта каватина звучала так потрясающе. Короткие, мелкие ноты давались особенно трудно, но он не просто их проговаривал, а пел, зажигательно, блестяще. Его Фигара рукоплескали в Брюсселе, в Москве, в Италии. С той же страстью и с тем же самозабвением он выступал на полевых станах колхозов, в районных домах культуры и в воинских частях, в самых отдаленных уголках своей родины. Такое было время. Но где бы он ни появлялся, всюду он становился своим, родным, народным. Мы его называли просто Дядя Ермек. Такой яркий, очень светлый человек. Когда он заходил, вот что-то начинало клокотать, бурлить в нашей квартире. Что-то он сразу сходу напевал, какие-то шутки замечательные. Я вот помню его песни, которые он пел, садился за рояль в нашей большой комнате, начинал импровизировать, пел песни, не те, которые он выносил на публику, а что-то, что ему нравилось. Какие-то современные по тому времени произведения. И вот как он пел, так не пел никто. Даже вот слушая оригинал, ты понимал, что он как-то по-своему это все преподносит. ПЕСНЯ 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 В 1953 году, после успешного выступления в Бухаресте, Ермек Серкибаев был приглашен в Большой театр. Петь в Москве на сцене одного из лучших театров мира было заманчиво. В советскую столицу Ермек Серкибаев впервые попал еще в 1949 году, когда его, Каукена Кинжетаева и Бекена Железбаева, отправили на смотр консерваторий. Тогда он впервые воочию увидел мировых оперных звезд. С тех пор его кумирами стали Сергей Лемешев и Иван Козловский. С отцовой любовью исполняют студенты наши современные советские песни. Ермек Серкибаев забивает песню композитора Жубанова о Москве. ПЕСНЯ Великая русская певица Антония Васильевна Нежданова, которая работала вместе с Шаляпиным и с другими выдающимися личностями России. Конечно, такой великан Иван Семенович Козловский, вы его хорошо знаете, тоже самое свой автограф дал. И вот мы все три казаха, значит, Железбаев, Кинжетаев, я был младше их, Серкибаев, мы приехали туда в Москву, я первый раз в Москву приехал. Большим трепетом вступил на сцену Большого зала. Ермек Серкибаев прошел тур прослушивания с первого раза и был принят в труппу Большого театра. Вернувшись в Алма-Ату, он принял неожиданное для всех решение. В его семье подрастал маленький Алмаз и неизвестно, что ждало молодую семью в чужом городе. В Москве его отказ не поняли, назвали дикарем, но для него дом, семья всегда будут самым главным в жизни. Он был женат несколько раз, но с каждой из жен сохранял доброе отношение. Детей он обожал. Алмаз, самый старший, стал известным композитором. Сейчас живет в Бостоне. Байгали, талантливый музыкант, один из создателей группы «А-студио», живет в Москве. Дочь, Ирина, журналист, пишет книги о своей семье, истории из жизни музыкальной династии Серкибаева. Музыка наполнила жизнь почти всех представителей этой фамилии. Мурат Серкибаев, младший брат, дирижер, фанатично преданный своему оркестру. Когда-то Ермек Бекмухамедович учил его игре на скрипке. Любовь к этому инструменту по наследству перешла от старших Серкибаевых к Джамиле. Приходил Агатайка, я его очень боялась в этом плане, очень переживала. А он всегда к этому относился шутя. И он такой, как обычно детей готовят. Так, ты там приготовься, стой за дверьми. Мы тут строгая публика, строгие учителя, экзамен завтра у тебя. Вот представь, все, настоящий концерт. Я там уже за дверью стою со скрипкой. И Агатайка своим красивым голосом объявляет. Джамиля Серкибаева выступает перед нами. Ну, то есть он меня вводит вот в атмосферу концерта с маленьких лет. То есть я раньше этого не понимала. Вот сейчас, когда я прокручиваю, оно, понимаете, оно же оставляет какую-то особую, вот особые какие-то правила, особое какое-то понимание, что такое сцена. Вот даже вот в комнате, в обычном зале у себя дома он создавал эту атмосферу. Жалко, что годы проносятся мимо нас, нещая. Недавно мы были совсем молодыми, но дни спешат. Пескай на висках видна печальная седина. Но это не страшно, если с тобою, если с тобою весна. В 30 лет Ермек Серкибаев получил звание народного артиста СССР. Как вспоминал певец, он даже испытал смятение, неловкость, ведь такую награду получали в то время признанные корифеи сцены. Позже он стал героем социалистического труда, лауреатом государственной премии. В зрелом возрасте Ермек Серкибаев старался подружески, поотечески поддерживать молодые таланты. Когда на сцене появился Алибек Днишев, он стал его наставником, старшим другом и, шутя, называл молодого тенора «музыкальный мальчик». Одно то, что мои роли в оперном театре, мои выступления начинающего певца, в этих спектаклях участвовал Дереке, в опере «Абай», в опере «Евгения Онегин», в опере «Травиата». И это мне помогало, его спокойствие перед спектаклем, как он себя ведет, как он готовится к спектаклю. Я смотрю, думаю, вот, дядя Ермек спокоен, значит, все будет нормально. «Я доволен и недоволен своей жизнью», – на склоне лет говорил Ермек Серкибаев. «Природа меня одарила, гены у меня хорошие, я имею талант, но не было возможности выйти на большую международную арену». Он мечтал петь на сцене «Ла Скала» – «Метрополитен-Опера», но железный занавес советской системы был непреодолим. Он много ездил на гастроли по линии общества дружбы – на Кубу, в Индию, Китай, Африку. Иногда были незабываемые поездки во Францию и Америку. А на стадионе в Брюсселе он пел перед 30-тысячной публикой. Он обладал такой мощной энергетикой, что мог соперничать с мировыми звездами оперы. И все же он любил свое время, каждое мгновение своей необыкновенной, беспокойной жизни. Потом дядя Ермек, он меня всегда селил с собой. «Мальчик будет жить со мной». И я с ним в одном номере, утром рано, у него была такая привычка, часов в шесть он просыпался и пробовал голос. Есть ли голос? Сохранился ли? Не исчезли за ночь? Он так делал. Проснется. Попробуй. Все звучит. Можно дальше спать. Повернулся на другой спине, а я уже не могу спать, потому что я проснусь. Дядя Ермек, все на месте, связки отвечают. Вот он все время беспокоился и проверял свой голос. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всеобщий любимец, он обладал характером настоящей звезды. Взрывной, импульсивный, порой вспыльчивый, особенно перед сольным концертом. Каждый раз, выходя на сцену, он переживал, как в первый раз. И был такой случай, когда у нас начался наш фестиваль. В 1999 году первый фестиваль был. И, по-моему, на следующий год фестиваля мы посвятили тему нашего вечера – творчеству Ермека Сахибаева. На репетицию пригласили Ермека Бекмухамедовича. Послали за ним в машину с девочкой сопровождающей. Машина с девочкой опоздала. Он прождал там на улице. В общем, кое-как привезли его. Он был очень зол. Я впервые его видел в таком состоянии. Ну, может быть, что-то у него с утра, какое-то настроение было не такое. И мы попались ему под горячую руку. Приехал он в санаторий, где проводил наш фестиваль. Сцена не готова. Там идет возня, что-то со звуком не то, что-то там выстраивает свет. Его опять попросили подождать. Он сидел на скамейке. Потом встал и говорит, я вечером никуда не выйду. Сел в машину и уехал. Для организаторов ретро-фестиваля это была катастрофа. Все знали, что уговорить Еремека Бекмухамедовича невозможно. И в то же время всем было известно, как трепетно, уважительно он относился к памяти своих старших коллег-друзей по театру, оперным певцам Ришату и Муслиму Абдулиным. Я пришел домой, взял свой альбом старый, родительский, где фотографии отца, мамы, всех их близких, родных. И фотографии со сцены, фотографии с коллегами. Там дядя Еремек, там через страницу везде. И этот альбом под мышку и к нему. Я приезжаю к нему домой, открывает дядя Еремек в халате такой. Ну, красавец, конечно. Рояр у него стоит. Чаем меня угостил. Ну, показывай, что там у тебя. Я ему эти фотографии. Казалось, что эти фотографии, многие из них он сам впервые видит. Ну, ладно. Согнай-ка. Я приду вечером. Но это только благодаря памяти твоих родителей. Вот на этом мы договорились. И он пришел. Вечер был просто замечательный. Здравствуй, мой дорогой доктор. Здравствуй, Берегуль. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте всем. Я думаю, что надо, наверное... Спеть надо. Спеть, спеть. Я понимаю, что люди такого калибра, люди, которых носит народ на руках, которые одарены свыше, с ними надо быть очень осторожны. Им надо относиться бережно, потому что они ранимые. Дядя Демек быстро отходил и с ним было очень легко общаться. Транзитом из Парижа... О, простите, сейчас скажу. Из Парижа. Композитор Александр Сергеевич Зацапи. Боже мой. Прошу вас. Это сон. Александр, пожалуйста. Вот он, наш дорогой доктор. Ваши аплодисменты. Аплодисменты, Александр Зацапин. Вот такая приятная, красивая встреча. Хорошо. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад видеть тебя. Вот видите, это тот самый человек, который создал такую гениальную музыку. Надо мной, небо синий. Ты, наверное, и аккомпанемент забыл уже. Нет, я никак не забыл. Нет. А это тот человек, благодаря которому эта песня стала популярна. Надо мной небо синие, облака лименинные. И плывут и зовут в дальний путь за собой. Через все расстояния, через все ожидания. Я пройду и найду путь тебе одной. В дом в жар пошел. Дело в том, что вот Зацапин, они же ровесники Зирикея, где-то, рядышком. Может быть, там несколько лет разница, два-три года. Зацапин прекрасно выглядит, но ему уже прилично. Он тоже учился в нашей консерватории. Как бы в одно время они учились, вот, поэтому, естественно, не знали друг друга и по учебе, и потом дальше в творчестве. Байгали, Боря Серкибаев называл Зацапина при последней нашей встрече, на концерте Зацапина, дядя Саша, дядя Саша. Это говорит о том, что Зацапин действительно был хорошим другом. Я дядя Мека. Вокальная школа – это непостижимая тайна, утверждал Серкибаев. Каждый день нужно искать, работать, создавать. Приходит мастерство, умение, мудрость, философия. Приходит все это с годами. Но голос-то стареет. И чем раньше у певца появится глубина и содержательность, тем больше шансов на то, чтобы стать большим певцом. А уже в преклонном возрасте он говорил, я каждый день распеваюсь. Если каждый день распеваться, я думаю, можно и до 100 лет петь. И он действительно сохранил свой голос на долгие-долгие годы. 80 – это не шутка. Это большая дорога, которая была в моей творчестве, она позади. Конечно, надо жить. Умирать никому не хочется. А тем более артисту, который всегда купался в славе, в объятиях и в любви зрителей нашего дорогого. В год своего 80-летия Ермек Серкибаев снова вышел на большую сцену к своему зрителю. Его концерты в Казахстане, в Москве, в Санкт-Петербурге прошли с аншлагом. В его возрасте это было смелым шагом, почти подвигом. Он доказал, что время над ним невластно. Великий артист всегда покидает сцену победителем. Санкт-Петербург 16 ноября 2013 года в Астане проходит концерт с участием Александра Зацепина. Лейтмотивом музыкального вечера были песни композитора из кинофильмов в исполнении Ермека Серкибаева. Но сам певец присутствовать не мог. Он был уже тяжело болен. Утром пришла вещь, что не стало Ермек Абек Мухаммедовича. Это, я не знаю, то ли это какое-то проведение, да, что вот именно в этот день мы решили сделать этот концерт. Как будто кто-то знал, что его не станет. И кто-то все это так вот состыковал, что... Во-первых, у всех были слезы на глазах. Не только на утренней репетиции, когда все узнали. Но и вечером, когда вышел на сцену, когда появились кадры с Ермеком Серкибаевым, кадры из кинофильмов, лился его голос без динамиков. Все стояли и просто еле задерживались. Если бы Ермеки жил бы вот сейчас, вот в это... в наше время, когда больше возможностей у молодежи ездить по всему миру, выступать в Италии, там где-то еще. Я думаю, что он бы стал человеком мира. Он бы стал знаменитым певцом на всех континентах нашей Земли. Потому что такой голос солнечный, лучезарный, как в Велике, а самое главное душа. Мне часто говорят, вот у него голос. Голос без души это ничто. Главное сердце и душа. Главное сердце и души это ничто. В дальний путь за собой.